Знаете, я никогда не понимала, зачем у нас парни все время спрашивают, сколько у нас всего было мужиков. У всех же спрашивали. Парни, я не понимаю, вы нам что, прям верите или что? То есть, как это происходит? Она тебе говорит конкретную цифру, и ты такой, ну, наверное, реально два. Я и еще один достопочтенный рыцарь. А тот первый вообще погиб. Ребята, всем здорова, санычная связь, я здесь всех очень рад приветствовать у себя на канале. Ребята, вот именно по этой причине я никогда не спрашивала, сколько у нее было половых партнеров. Это просто бессмысленно. Вы что, реально думаете, что вам скажут правду? Ну, хорошо, спросила я. Солнышко, какой я у тебя по счету? Ты второй. Максимум ты будешь третий. И это уже, знаешь, такая будет падшая женщина, которая, я признаюсь тебе, Сашенька, только тебе, ты у меня третий, представляешь? Я не могу, мне так стыдно, господи. Сейчас остынаться, говорю, ты у меня третий. Да. Вот до такого я докатилась. Ребята, ты будешь там тридцать третий, пятьдесят третий, ты все равно будешь вторым или третьим. Нету смысла никакого. И это не важно, с какой целью ты с ней общаешься. Просто чпокнуть, взять замуж, какие-то отношения построить, ты всегда будешь вторым. Вспоминайте Ирину Олегову, которая пела, да, все мы бабы-стервы, кто у нас не первый, тот у нас второй. Это правда, ребята, это жизненная правда. Но кто тебе в дездравом уме и трезвой памяти скажет, что ты мне пятьдесят восьмой? Кем она будет выглядеть в твоих глазах? Если женщина с тобой общается, она хочет с тобой каких-то отношений. У них вот такие вот тараканы в Илаяне так работают, они хотят отношений каких-то. Но зачем она будет себе это в минус говорить? Ребята, если ты спрашиваешь и ты веришь, то ты баран, извини меня за выражение. Но если ты спрашиваешь и не веришь, то нет смысла спрашивать тогда. Делай свое дело и до свидания. Все.